Запорожское кино покоряет зарубежного зрителя. Наш земляк, режиссер Антон Жадько, выиграл в международном кинопроекте «Буриме». Кроме него за победу сражались еще 20 участников из разных стран СНГ. О перипетиях в мире современного кинематографа узнавала Полина Спасенко. Как правило, молодые режиссеры начинают свой путь в кинематограф с короткометражек, а вот пробиться в полный метр удается не каждому. Чтобы приоткрыть дверцу в большое кино, и был создан московскими продюсерами проект «Буриме». Для съемок остросюжетного детектива приготовили площадку, технику и актеров. Фильм разбили на 12 эпизодов. Их придумывали и снимали по частям режиссеры-участники. Потом, словно пазл, собирали фрагменты будущей киноленты в единое целое. Было очень приятно выиграть сперва в пятом эпизоде. Мой сценарный вариант продолжения фильма выиграл. Меня пригласили в Москву. И, в общем-то, впоследствии этот эпизод был приплюсован в полнометражную версию фильма. В конце данного проекта я выиграл еще и право снимать сам финал. Над лентой работали примерно год, рассказывает Антон. В итоге вышла интригующая детективная история под названием «Игры в темноте». По словам режиссера, детектив – один из самых любимых жанров не только зрителей, но и актеров. Поэтому снимать было легко, если не считать совсем маленьких трудностей. Единственная сложность, наверное, была совладать с актерами, когда на первом этаже, у нас, мы снимали на втором этаже, а на первом этаже была кухня. И начинали готовить очень-очень вкусный обед. И вот этот вот запах, он поднимался на второй этаж, и у актеров вообще-то все, боевое рабочее настроение, оно все сходило на нет. Это единственная, наверное, сложность. Фильм уже представили на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Там им заинтересовался Тимур Бекмамбетов, продюсер ночного и дневного «Дозоров», голливудского фильма «Особо опасен» и других нашумевших лент. А вот запорожцам «Игры в темноте» продемонстрировали на 15-й запорожской «Синерами» в киноконцертном зале имени Довженко. Зрители увидели все эпизоды, кроме последнего. Как и положено, в настоящем детективе интрига сохраняется до конца. Вопрос мы должны определить, кто аноним.